она рассказывает про книгу чисел седьмого того нет я пропустил пока что который будет потом книга левит а книги чисел а потом самое потом буду книгу левит потом после чисел что я задумал и так главная ее идея и это объяснение того почему не все и народ не вошел в страну жерля которые отличаются от обычного понимания обычное понимание такое почему евреи не вошли в страну взяли потому что они послали разведчиков разведчики вернулись сказали туда не там невозможно завоевать евреи испугались правильно все помнят теперь скажи пожалуйста зачем ты сказал вам поставить речь это богом стал посадить правда сказано и сказал бог миссию пожалеет себя разведчиков конечно можно давать комментарии что пошли если хочешь посадить не хочешь не посылай но ясно что бог их спровоцировал зачем же бог их спровоцировал чтобы они поставили разведчиков и поэтому не могли войти в страну взяли испытания да но это явно провокация если бы целью было пойти завоевать старую взяли это казалось бы зачем позвать язвенчиков сказал бы бог идите и все они пошли они же послушные ну хорошо они спросили а если это вредно то не надо было бы разрешать то не совершенно очевидно же провокация теперь почему мы все не вошел в страну израиля обычное представление что он ударил посохом пускали когда бог он сказал скажи скажи правда объяснение когда не имела для меня хорошо хорошо окей прекрасно но точно так же понятно что провокация то есть у моисея когда немножко из египта то бог говорит только когда вышли воды нету бог говорит моисею возьмем посох ударит поскалей потечет вода в комнате да бог значит мы себе вопросах пьет поскалей течет вода зачем это нужно для воспитания народа судно вот видел что вода от мисея делать чисто с воспитательными целями там зачем нет воды то что бог устроен так что воды нет чтобы народ попросил чтобы моисей дал народу воду и народ воспитывался ты а в конце опять воды нет явно опять со стороны всевышнего некоторые провокация народ опять и общий бог говорит моисею возьми посох пойди и скажи скале моисей привычно бьет по скале вода течет зато мы сенью ходит страну израиля совершенно чили дышать провокация на 7 привычным образом бьет поскалей окей значит бог всем показал что мы сей значит не не работает неправильно его снимают должности но зачем все это нужно и ответ такой что народ в принципе не мог войти в страну израиля и мы сей в принципе не мог войти в страну израиля самого начала они были принципиально не способны войти в страну израиля но чтобы божественное управление казалось людям справедливым приходится сделать несколько провокаций взлетать чего они видят что действительно так правильно то есть это был сюжет и все продуманное это само собой это само собой интерес том что это делается заранее с известной ситуации но когда божественное управление чего-то требует бог должен завернуть это в справедливость если это не завернута в справедливость то людям кажется что это как необоснованное решение а люди не могут функционировать если бог управляет не обоснованно мы хотим эту обоснованность увидеть поэтому хоть некоторые обоснованность там очень нужно хочется возможно затык девцом очень возможно есть такая же ситуация совершенно верно потому что казалось бы но запланирую иначе что больше вернулся во время там то есть разумеется теперь кстати золотым кельцом в чем был смысл в истории золотым кельцом позитивный смысл истории золотых рисунок это была замена первенцев на левитов первенцы пост после исхода из египта кто главный первенцы правда лиги где главные первенцы когда выходит из египта то теперь еврейские первенцы становится вместо гиперских первенцев это важное действие по исправлению но дальше первенцы заменяются на левитов это уже в включении родственных связей это это вы даже не оцениваете насколько включение остальных связей то что народы мы уходим и висей арон и мильдан два брата и сестра конечно ну правильно ну и что короче в этом же обвиняют кого короче говоря и корах и тем не менее тем не менее коров и этих поражения они остаются вы совершенно правы да это действительно задействовали острых связей ну и что вы искать же по современным нормам это не положено современным нормам и положено а там не по другому варианты нет причем здесь потому что задействует не острых связей сделать со стороны всевышний всмышний так указал делать то есть это все происходит по божественному правлению почему нужно было сделать так чтобы такое левиты левиты такие руководители еврейского народа которые живут по всей стране при этом не имеют земли и являются духовными руководителями не имеющими материальной базы полиции что полиции не нет все полиция них никаких полномочий нет у левитов нет никаких полномочий левиты преподают тару не имея никакой материальной власти понятно это да у них нет земли они не могут себя обеспечивать они занимаются поэтому только преподаванием тары евреи выделяют левитам десятину но дают кого хотят то есть если левит хорошо выполнять свою работу и хорошо преподает ему дают больше пожертвований если левит плохо полный сару дают меньше пожертвований но соответственно поэтому левиты вынуждены хорошо преподавать но при этом сумма заранее оговаривается которую надо давать десятина а какому левиту давать не оговаривается сам каждый выбирает кто дает такая вот система очень нетривиальная теперь в древнем мире была совершенно другая система обычно священники наоборот имели землю и в египте мы видим священники имеют землю и свою землю не продают потому что они получают от фараона пособие постоянное от фараона не от людей и при этом владеют землей на левит наоборот получают только от людей они от начальства не от власти и землей не владеют то есть ситуация полностью противоположной липецкой хорошо преподавать то разознать что людям нравится как они для подарить нет а этот нет никакого другого варианта пользователи являются оценивающими так как устроено все это равно так же стоит на сегодня конечно то можно ценить пользоваться одни порядке теперь вывод что левит это абсолютно другая система чем египет но сразу заменить египетских первенцев на левитов невозможно он бы не понял почему такая странная замена поэтому сначала antes и перецben заменяют на еврейские первенцы то есть институт тот же 이름 ца них соединяют и в политическую вас химидает и на мическую политическую и религиозную сначала заменяется некоторые вещей террите секрет и институт тончто он люди таки а потом без институт заменяется других другой секунд внутри народа то есть даже всевышний не может сделать трансформацию общества такую сильную за один шаг приходится делать два шага заведомо известно что первенцы не смогут но просто так и заменить нельзя поэтому сначала заменять на первенцев еврейский весь народ согласен потому что как бы тот же институт тут теперь будут наши власти они они не наши вот а потом уже институт показывает свою полную неспособность появится ситуации и для них институт заменяет уже внутри народа поэтому в этом смысле за третий лес такая же приводится окей дальше идем они играли большую роль до этого они не были рабами окей да но я верою но они не были не имели своего статуса мультитероль была таким условием чтобы они правильно воспитались так чтобы они подготовились к этому но станции они свой получают только после готовности так понятно и так возвращаемся пульсирует почему же народ и мы все не могли войти в страну не стоит комментарий готовить приводом он называется по-русски конфликт смирение и дерзости объявлите это онафа и куцпа куцпа во всех полу известная означает еврейскую так дерзость нахальство и наглость а онафа это смирение скромность который переводится на действие на хамбл но не знаю насколько это подходящий теперь теперь онафа означает что человек не спорит слушается и вообще такой хороший теперь у мальсия это качество главное то есть когда там есть спор мирьям и арону с моисеем то в мальсе рассказано что он самый там смиренный из всех людей которые на земле это характеристика она положительная или отрицательная казалось бы чисто положительно и в нашем восприятии когда мы читаем это же христика самая странная из положительного там самый смиренный он не отвечает там на всякие обвинения он готов со всеми помириться там так далее вот но это христика потом оказывается что она именно она является препятствием тому чтобы ему ввести дорог с тобой что такое смиренный значит давайте вот такой вопрос у народа рабской психологии это вы любым поставить постоянно евреи которые вышли из египта мере арту психологии а у моисея скажите рабской психологии ленировская прекрасно воспитывался как диктей на убил там да 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 прекрасно прекрасно да ты у моисея да он во первых действительно там леди да но мы все же психология управление рабами а тот кто управляет рабами точно также имеет рабскую психологию только с противоположной стороны психология рабовладельца она является отражением психологии рабов потому что чтобы управлять рабами нужно иметь соответствующую паттерну управления рабами соответственно исходят из психологии рабов и сам его владелец тоже этими качествами обладает поэтому как это не покажется странным опять-таки послово рабство это у нас плохое слово а слово смирение на хорошее слово я хочу сказать что в общем одно и то же с разных сторон что у моисея который воспитывался в доме фараона у него такая же собственно схема поведения основанного на этом смирении то есть тоже в некотором смысле рабство психологический да это даже установка а именно что такое смирение моисей с богом спорит несколько раз но тем не менее когда спор закончен и когда они соглашаются он все выполняет в точности как ему сказали и никакой собственной как бы ну так как инициативы не проявляет собственное как бы духовное устремление у него четко вот как сказали так сделать хотя при этом когда ему не нравится решение он его оспаривать и именно это является основой для получения так то есть если бы не это великое качество которое мы все максимальной степени то не могут получить дорогу что получили тары нужно в точности передать все что сказали и правильно это донести и вот этого для этого нужно быть этим самым самым смиренным поэтому когда тара говорит что мы с ним говорим там напрямую они во сне и не загадками теперь это качество самого великого пророка который может то есть как твоего качества что то что он получил он точности передал это и есть смирение это один из аспектов смирения и это необходимо для получения тары но это же препятствует входу страну израиля потому что вход страну израиля это не качество тому кто выводит из машина то есть мы сеть выводит из египта машин приводит старый за ну или если тогда это было на неком минимальном уровне то максимальный уровень страны израиль это стоянам это она машина а для машина ха нужен наоборот чтобы все были тахавы то есть главное качество машина это хуцпа которая противоположна понятие ванного то есть смиренные и тихие это при получении тары а при самостоятельной жизни должны быть нахалы а иначе ничего не получится я шла это это как мама это выход вход в страну для ряда маленькому я в глобальный который мы сеть если мы сеть уходил народом кто-то был бы мессианский процесс сразуysz разу вот комиссианский процесс был еще далеко то что мессианский процесс должен быть когда все нахалы а не когда все пайники то есть когда школьники в первом классе учитель слушаются то они все надо быть паяцами потому что есть он не паяненька то он соответственно плохо вылечится estrondo не хочет слушать учителя и это имаме место сам себе думает что он поднимает ничего не понимает ярче первом классе по это в первом нужны смиренные, и для учителя нужны смиренные, потому что в этом Маше он Маше Робейну, то есть учитель. Учитель работает со смиренными учениками, а к выпускному классу они должны быть нахаваны, если они будут нахаваны, то в жизни они ничего не смогут делать. То есть для начала школьного процесса нужны смиренные, а для завершения школьного процесса нужны нахавы. Поэтому процесс получения корын делается смиренными, именно рабами, а процесс уже миссианский делается нахавами, то есть свободными, самостоятельными людьми, которые каждый сам считает, что он знает, что надо, и что он лучше разбирается, и он сам все решит, что он хочет. А санархи бороться не надо, а санархи – это и есть самое правильное состояние общества, только нужно, чтобы был высокий духовный уровень, и когда анархия будет прекрасным качеством. Анархия плохо, когда у людей недостаточно, люди недостаточно морально на моральном уровне. А если люди на высоком моральном уровне, то анархия – самое милое дело. А как же тогда страх перед Всевышним Рад Шамаем? Если он считает, что он вообще сам умный, сам все знает, как тогда так сказать? А это на начальном уровне. В начальном уровне страх перед Всевышним нужно, а потом… А потом не нужно? А потом не нужно? А потом не нужно? Потом должно замениться. Миссианское время, оно не характеризуется страхом. А также мы у Браха говорим, что мы хотим, чтобы нам страх и любовь Всевышним – это как бы два качества. Хорошо, хорошо, это в начале. В процессе это нужно, а в завершающей стадии нет. А как? А нам уже Всевышний не нужен? Нам уже Всевышний не нужен? Что? Нам уже Всевышний не нужен? Нет, нет, страх не нужен. А что за людей? Общение, диалог. А это не будет уже за упоклонство? Это… Еще раз, покрыть опасность этого поклонства – это нужно. Но на завершающей стадии уже нет такой опасности этого поклонства. То есть в том-то и дело, что при стремлении к идеалу всякий страх должен уйти, вместо этого есть любовь, вместо этого есть общение, вместо этого есть диалог, а никакой страх совершенно не нужен в конце. Понятно? Поэтому страх не является идеалом. Он является средством. Теперь, в скобочках, чем отличаются левые от правых по своей природе? Есть некоторая реальность – это один друг. Есть некоторые идеалы – это другой друг. Если не будем смотреть на реальность, то все развалится. Если не будем ориентироваться на идеалы, то все ничего не будет двигаться. Но левые говорят – давайте идеалы сделаем прямо сейчас, когда ситуация не готова. Вот желание настолько увлечения идеалами, что желание их реализовать в неготовой ситуации – это и есть перекос левых. Правые говорят – давайте ориентироваться на реальность. Но если перекос правых – давайте куда-нибудь двигаться, потому что реальность такова, она работает, и давайте ее и остановим. То есть правые хотят установить реальность, ультраправые, а левые хотят немедленно ввести идеалы. А дальше вот этот перекос в какую-то ту или иную сторону. То есть для левых – главный идеал, и для правых – главный реальность. Я не знаю, соответствует ли это психофизиологическим каким-нибудь качествам. Что у одних важнее реальность, а у других важнее идеалы. Но мне кажется, что именно это главное, что отличает левых правах. Какие идеалы? Верные берут идеалы и пытаются их реализовать в неготовой ситуации. Идеалы, например, свободы, любви, взаимопомощи и так далее. Идеалы все хорошие. Проблема в том, что идеалы пытаются реализовать несбалансированно. Не сами идеалы плохи, а плоха несбалансированная их реализация. Но, грубо говоря, ситуация коммунизма, когда каждый работает сколько хочет, и каждый получает все, что ему надо, является вполне прекрасным идеалом. Только попытка ввести в действие этот идеал в неготовой ситуации приходит в титовичном тоталитаризме и в убийстве несогласных. Но сам по себе идеал, чтобы каждый работал, делал, что хотел, и каждый получал то, что ему все нужно, сам по себе не является плохим. И, в общем-то, райский сад вполне этому соответствует. И если все делают робот, то почему бы каждому не получать все, что он хочет, и не работать так, как он хочет? Проблема в том, что если попытаться ввести этот идеал насильно, когда ситуация вовсе к этому не готова, то получится очень плохо. Поэтому виноваты не идеалы улевых, а попытка их реализации. Знаете, если сказать, вот идеал, когда-нибудь человечество до этого дорастет, через тысячу лет, тогда все отлично, никаких препятствий. Понимаете, а если вот идеал, и давайте все разрушим, старый мир разрушим, и мы прям построим мир идеальный, то вот тогда будет очень плохо. А ведь именно это поступает. Разрушить то, что работает, и делать идеал то, что он правил. Понятно. В этом проблема, а не в идеалах. Знаете, то же самое, и правы говорят, работает, не надо разрешать. Но если совсем не имеет никаких идеалов, то не будет готова к выживанию. Это перевод, да. Да, если можно, если свои слова. Да, если можно, если свои слова. Да, да. Good time. Так же. В долгой сегодняшней мере, вот как меня на сексуальный морали делал? Свобода. Ты делал свободы. Ну так это является идеалом? На самом деле, свобода является идеалом. Только она может правильно реализована, когда люди уже хорошие и правильные. А если ты делал свободы, например, без того, что есть уже впитанные ограничения, тогда, соответственно, идеал свободы тоже может разрушить все, что угодно. И будет важная анархия, то в смысле все полный беспорядок. Но анархия хороша, когда все уже на уровне. Поэтому, например, описание мессианского времени – это духовная анархия. Никто ни у кого не учится, и каждый сам понимает Бога. Правильно? Если такая земля наполнена познанием Всевышнего, то каждый сам себя понимает Бога, и один не должен учиться у другого, значит, он должен общаться с другим, но не учиться. Иерархии нет. Но это идеал, но если попробовать ввести этот идеал сегодня, то, естественно, все будет разрушено. Иерархии нет. Иерархии нет. Иерархии нет. Иерархии нет. Иерархии нет. Ну, например, там, а вот и так далее. Как можно считать идеалами? Это же все… нет, ну хорошо, это же бьется и идеалы свободы. Окей. Понимаете, да? То есть это все следствие попытки ввести идеалы в ситуацию, которая для них не готова. Это попытки создания только полной свободы? Ну, свободы в ситуации, которая для них не готова. Понимаете, да? То есть проблема аборта. Почему она берется? Потому что, получается, нежелательные, незапланированные беременности или беременности плохими качествами. Из-за этого берется проблема аборта. А не потому что сами аборты нужны. Понимаете, да? Согласна. Если бы не было проблем нежелательной беременности, то вообще нет проблем аборта. Или там нет проблем и болезней. Правильно? Поэтому это следствие попытки ввести идеал свободы в ситуации, которая для этого не подходящая. И вот это о ростах, а что ли плохо это делать? Но сама по себе суть всегда, это когда люди для этого не подходят, ситуация не подходит, а хочется ввести идеал. Ты согласна? Нет, я согласна. Я немножко с определением, как бы, не совсем. Почему? Ну и Клебы, они что же не дураки. И есть полно людей, которые, хорошие, замечательные люди, поддерживаются лервной идеологией. Не потому что им платят деньги, не потому что им это выгодно, потому что им действительно за это. Правильно? Почему же они за это? Никто что не плохо что-то хотят. Не знаю, но в этом случае первое и второе это храм были разрушены, потому что евреи не могли найти. Почему? Не, 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 не. Они воевали друг другу. Но это хорошо. Бутки, чтобы это те же самые левые, правые. Почему левые, правые? Опять, как не левые, правые. Совершенно. Где вы, не левые, правые? Там был убийствует упаковка и полюбья. Ну, это те, которые открыли, такая звак ринга, скись на левые. Ну, почему это левые? Ну, почему это предательцы? Ну, почему это предательцы? Конечно, нет. Это ведь абсолютно не конструктивный подход к левому правому. но у нас и вас есть конкретно люди которые поделаются левых глядов потому что они хотят добра когда они являются предателями правда являются ну как это было ну как вот так вот только сейчас вы знаете вот вы переносите на конкретную политику они вам скажут все если бы не было левых то до сих пор было бы рабство если вся свобода и вся все продвижение духовности поэтому неверно никто не другой не верит крем никто не в другую сторону в принципе левая сторона так же нужна как и правда проблема левых это попытка внедрить идеалы не готовую для этого реальность они в том что и диалог вас всегда всегда это основа основа их мысления подъехать и подсказать что если мы демонизируем противника то мы не поймем в чем причина и сможешь не справиться я не отрицаю что какие-то отдельные белые идеологи могут быть сознательно предателями или сознательно манипулируют но они манипулируют огромными количеством людей и эти манипулируемые люди они отнюдь не предатели они хорошие люди они просто не получают никаких денег они действительно эти взгляды исповедуют и поддерживают и если вы не поймете почему они их поддерживают то в этих людей не конечно можете переведить давайте если вы приходите к людям которые низко не поделаются левых взгляды публики вы предатели то все вы закрыли возможность для себя и на них повлиять они никакие не предатели они сильно честно хотят это делать так мы это обсудим в лекции которая будет про иудализм христианство ислам более подробно вот но вернемся мы к тому что чего мы начали что мы сей у него качество смирения и это качество не дает возможность войти в страну израиля потому что страну израиля надо входить на халы тут по ним об этом совершенно замечать то есть нас есть два качества противоположных качество она власть которые коррелирует циапской психологии нет равно рабской психология коррелирует циапской психологии и моисей как правильный управитель рабов обладает этим качеством максимальной степени и поэтому он может вывести евреев из египта поэтому он может с ними управиться а без этого просто не смог бы справиться со своей задачей национального или я чувствую mci-c гриля долго соответствует тому уровню которые есть норота ибо не сына и вот имеет девочку психологию то национальный видео дожет управлять так как нужно управлять народом на этих стальные например рабами нужно управлять директивно нужно приказывать нужно показывать свою власть нужно показывать свой авторитет нужно не допускать никаких сомнений и и разброды и шатане. Иначе об армии управлять невозможно. И Моисей как раз такой человек, который управляет директивно. Он чрезвычайно жесткий человек. Он выходит из дворца, видит египтянин, бьет еврея, и немедленно этого египтянина убивает. В то время, как он мог, и все. Поскольку он принц, он явно обладает полномочиями над египетским надсмотрщиком. Но он его не останавливает, он его убивает. То, что он хочет жестко, он жестко показывает свою власть. Опять-таки, есть вопрос, зачем это сделано, он хотел поднять во еврейское восстание, но это вопрос вторичный. Но я знаю, что он поступает жестко. Дальше он выходит из дворца на следующий день, видит два еврея ссориться, вмешиваются немедленно в дырку. Дальше он бежит в Мегьян, приходит в колодку, бакает спор между какой-то группой пастухов и группой девушек. Он не знает эту страну, он не знает обычаев этих стерней, он не знает, кто прав, кто виноват, и в чем дело. Тем не менее, он неведен на лидерах. То есть, Моисей обладает огромной физической силой, считает себя мировым полицейским, он должен все устанавливать в порядок, он всегда знает, чего надо, и управляет абсолютно директивно. Понятно? А почему он тогда отказался, когда Всевышний ему, так сказать, сказал, что ты пойдешь, он сказал, выбери кого-нибудь другого? А, вначале он не хотел идти. Это у нас разбирается в пятом томе библейской динамики очень подробно. Вот здесь пятый том библейской динамики. Там это все очень подробно разбирается, что Моисей хотел произвести народ из самого себя. То есть, у него была другая концепция. Когда Бог к нему приходит, это не соответствует той концепции, поэтому он не может перестроиться на эту концепцию. Ну, как же так? Он же не захватывал, когда Всевышний ему сказал, что он после золотого сельца, он отказался и более 11-12 дней своей динамики. Это и есть, это и есть завершение избавления Моисея от этой концепции. А в этом все это подробно, как я, в пятом томе библейской динамики описано, что Бог, мы не правы, это, как раз, монету, он объясняет, что Бог, мне нельзя соблазнить человека тем, что человек сам бы не хотел сам себе. Поэтому, если Бог предлагает Моисей, давай сделаем из тебя народ, значит, Моисей об этом раньше думал. Понимаете, это такой неожиданный шаг. И именно этим он объясняет то, что Моисей не хотел соглашаться, но у него была другая концепция. Перестроиться на другую концепцию, это сложный процесс. Ну, вот он перестроился вначале. Понятно? Теперь. Но управление абсолютно директивное. Например, сходится с горы сигнал, народ в дело золотого сельца. Реакция сразу же военная. Всем брать оружие и убивать тех, кто управляет в тюльцах. Ни этих разговоров, обсуждений, дискуссий, ничего такого нет. Он управляет абсолютно директивно. И этот директивный способ управления принципиально не подходит для управления свободными людьми. Он подходит для управления рабами. Поэтому, как только Моисей сталкивается с проблемой другого типа, когда нужно управлять свободными людьми, он с этим справиться не может. И поэтому его снимают должность. А именно, Моисей, когда спустился с горы второй раз, его лицо сияло, и сказано, он положил покрывало на свое лицо, чтобы люди не боялись просто общения с ним. То есть, на лице Моисея находится покрывало. Поэтому он реальной жизни не видит. И растет 40 лет новое поколение, Моисей его обучает, но не знает, как они живут. Понимаете, да? Когда преподаватель высокого уровня, все к нему приходят, все слушаются, все садятся, все выслушивают, все выучивают уроки. Он управляет, насколько они выучили урок. Но как они живут, он не понимает. Он с ними не общается. Он с ними не пьет чай по вечерам и не гуляет. Он ими директивно управляет. Понимаете, да? Это реальный способ управления рабами. Не нужно слушать, что они хотят. Нужно ими управлять. Теперь, и когда через 40 лет опять нет воды, и дают жаловаться, что нет воды, и говорит, надоело нам ходить по пустыне, хотим гранатовых деревьев и виноград и физиков, то Моисей слышит привычную схему. Не хотят в пустыне, значит, хотят обратно в Египет. И говорит, я вас 40 лет вожу, а вы такие нехорошие, опять хотите в Египет. Они в Египет не хотят, они по Египет ничего особенного не знают, они выросли в пустыне, уже 40 лет они ходят, основное поколение, там, какие-то могут быть детьми, вышли из Египта, но в основном, даже взрослых в пустыне, и поэтому они хотят поскорее пойти в страну Израиля, про которую все время рассказывают, а вовсе не в Египет. А Моисей неправильно интерпретирует их ропот. Поэтому он на самом-то деле, как и руководитель, не годится. Он неправильно интерпретирует проблемы народа. Теперь Бог ему говорит, возьми посох и пойди поговори со скалой, она даст воду. То есть, поговоришь со скалой, глядишь, научишься разговаривать с людьми. А он говорит, а что разговаривать? Бить надо. И бьет поскорее. В результате вода течет, а он говорит, он больше не может. Можно степбэк. Вот говорите, он не говорит с народом, а помните, когда корок там восстал, и вот это было вначале. А, окей, он же пытался их убедить. Вначале, вначале, а потом, вначале были, расстания, бунты, непонимания, все успокоилось. Дальше они 40 лет тихо, мельно ходят по пустыне. Все это время Моисей обучает народ. Как народ живет, он не знает. Что народа волнует, он не знает, что с ними не общается. Знаете, там, великий преподаватель Таре, он сидит в своей Ешиве. Он сидит в своем бейт-медляже, к нему люди приходят, но он не понимает, что происходит вокруг. И это постоянная проблема великих преподавателей. Они, когда жизнь меняется, они перестают понимать, как устоена жизнь. Что людям надо. И пытаются схемы, которые были раньше, применить опять. Это приводит к козламу. Значит, да? Теперь. Поэтому у Моисея есть вот это анава, смирение. И в его сознании все остальные должны быть такими же. А когда все остальные не такие, то он им его управлять не может. просто он неадекватен этой ситуации. Понимаете? Но просто так снять его нельзя. Поэтому Бог проводит некоторую провокацию, которая показывает, что Моисей поступил неправильно, и якобы за это его снимают. То есть объяснение, при чем Моисей снимают, для народа понятное. Он хоть и великий, где-то не ослушался Бога. А внутренняя причина совсем не эта. Внутренняя причина, что он просто не может дальше руководить. Понятно, да? Так вот, Эав Кух об этом пишет такую замечательную вещь. Что после греха Адама, то есть Адам, помню, съел плод с дерева познания. Из-за этого был вызван из Сада. Теперь, съедание плода с дерева познания это появление анава или хуцпа? Хуцпа, правда? Теперь, и соевал не вовремя. Это тоже правоохранительное. Это тоже Бог раз. Окей, хорошо, но тем не менее. После этого вызваны Сада. В результате этого анава и хуцпа в душе Адама разделились. Два этапа. Из кабалы. И после этого вся анава пошла Моисею, а вся хуцпа пошла Молшебу. Это в тот момент хуцпа, это был грех. Это да, хуцпа легко может привести в греху, когда она проявляется неправильно. Это как любая обоюдная острая оружие. В идеальной ситуации это прекрасно. Каждый свободит, каждый решает сам, каждый самореализуется. Для самореализации нужна не анава, а хуцпа. Это есть основа самореализации. Но если она в неподходящей ситуации, то она приведет к другим ошибкам. Как и все, что угодно умеет. Но, дальше вывод. Поэтому Моисею нужна максимальная анава, потому что с помощью анава он может получить тару. И народ должен быть рабами, чтобы получить тару. Поэтому не случайно выводят рабов из Египта. Бог не случайно выбирает себе народ, который рабы. Они должны слушаться. а получение тары это абсолютно переворачивающее событие и никакой обычный нормальный народ принимать тару не будет. И такую миссию на себя принимать не будет. То есть нужно, чтобы они слушались. Поэтому не случайно ведь евреи становятся рабами и имеют эту рабовскую психологию вначале. А потом в конце процесса нужно наоборот все были самостоятельными. И вот этот переход от анава к хуцпаму и сеть провести не может у себя в себе. И народ не может. Поэтому должно смениться поколение и смениться руководителям. А что мы празднуем в пасхах? Исход. Это не подозраться к свободе и в путье? Это исход это секунду, секунду, все правильно. Исход это начало пути от и обступа к свободе. Свободы еще нет, а только начинается. Поэтому празднование пасхальной агоды устроено так, что она начинается со исхода из Египта, а завершается мессианским временем. То есть вся пасхальная агода построена как мост от исхода из Египта к будущему мессианскому времени. Это как бы наше совпразднование пасхального седра, это наше присоединение к процессу исхода, который еще и не завершится. То есть все вопросы правильные. теперь дальше. промошехо всюду сказано про хуцпа. Отсюда взялась кстати сионистская хуцпа, да? Заселена отсюда. Потому что сионисты считали что они хуцпа, а другом же хуцпа. Хуцпа это когда человек не слушает авторитетов, а сам все решает. В принципе это правильно и замечательно. Только если это сделать неподходящую ситуацию, то будет Бог. И вот поэтому сионисты говорили что они хуцпа, их называли хуцпа соответственно сионистам, они сами по себе тоже говорили что они хуцпа, а Равхук который считал сионизм мессианским процессом как раз и применил то что в Талмуде сказано что во имена Машеха хуцпа застет, то есть Талмуд говорит что во имена Машеха во всем будет всюду хуцпа. И применив это к сионистскому движению и он объединил это в том сионистском движении мессианский процесс хуцпа совершенно необходим. Окей. Теперь с этой точки зрения рассмотрим что происходит с Моисеем конкретно в плане Аннабах и Коспах. Пока это все понятно. То есть те кто вышел из Египта принципиально не могут войти в страну Израиля потому что они рабы и смиренные. А чтобы войти в страну Израиля нужно быть свободными и нахаловыми. Теперь как развивается управление Моисеем народом со стороны Моисея. Сначала Моисей управляет все директивно все вроде идет нормально. Там где народ не слушается и делает плохо делает золотого тельца Моисей преспокойно перебил там сколько 30 тысяч или сколько там 3000 ну хорошо 3000 но Моисей да Моисей управляет директивно жестко если нужно военным образом. Но потом как только они он их организует народ организован есть начальство есть там начальники кто начальники там 50 начальники тысяч начальники если владители колен есть левиты вся структура организована есть еда падает с неба вода есть колодец защита есть облака славы цель есть идти в страну израиля народ вперед выходит в путь и тут народ просит мясо и эта простая просьба ввергает Моисея в такое унылье и падение силы что он просит всему с ним вообще убрать его из-за доказина то есть народ растяивается народ просит мясо и у народа как бы падает энтузиазм и тут Моисея не понимает что он вообще может делать потому что восстания нет никто вроде не отрицает его приказы военной силы ничего дали снизят никого прелюдить невозможно все согласны и у народа пропал энтузиазм то есть народу нужно что-то другое нужно мясо а Моисей не понимает зачем собственно мясо у вас же все есть у вас есть еда у вас есть одежда у вас есть питье у вас есть защита у вас есть цель вы организованы так вперед ребята идите что вам еще надо учимся вперед идем как армия организованная поход а народ не хочет здесь полностью неспособен что-то хотел войти со своего народа не хотел дальше не раб скольц он нет он хотел но ему теперь мы сей у и сей теряется тут же все управление и он говорит всему убери меня из этой картин я не знаю чего делать невозможно значит с ними справиться почему у него так падает тонус так сказать да руководителя и сила потому что он не понимает как общаться с нахалами потому что если еда есть то просьба мяса это хуцпа это нахальство это ненормально на самом деле откуда происходит просьба мяса потому что народ хочет в сторону израиля тоже подсознательно а в стране израиля необходима нормальная реальная жизнь то есть мясо а манна это только в пустыне то есть жить в пустыне абсолютно ненормально еда искусственная падает с неба вода искусственная идет осталось защита искусственная облака слабо одежду искусственной не ветшает все ненормальное жизни нету есть школа школе учат в школе нет естественной жизни выдают облака они выдают еду и нужно сидеть и делать то что сказали без того чтобы играть как хочется поэтому народу это не надоело народ хочет мясо а мы не понимают что это вообще такое зачем это надо правильная реакция была бы правильная реакция была бы такая ваша просьба мясо очень правильная и хорошая мы сейчас завою и у всех будет мясо сколько хотите если они восстают мы справимся проблема в том что они восстают в том что у них упал тонус никто не выступает против поисея они просто говорят надоело скукотище высоко можно сидеть в школе любое желание директор школы сказать а ну-ка все строго встать теплининеньки и порядок чтобы было оно осмысленно если народ бунтурой но абсолютно бессмысленно если народ говорит что скукотище и надо я просто сначала я просто все что я сказал ситуация следующая еще раз моисей может директивно управлять но он не умеет общаться с людьми он не умеет с ними поговорить он не умеет понять их проблемы в двух глазах проблемы только простые четкие понятные проблемы рабов рабам нужно что рабам нужно едать питье условия и чтобы было понятно чего делать и твердые задания и все и пошли вперед и именно так он управляет но если они захотели мясо у них привелась куцпа почему они не дали пивать его это потому что у них получилась куцпа не обоснованно они на самом деле с одной стороны у них на самом деле внутренне они не перестроились у них немножко проявилась внешняя расцесса а моисей сам по себе как это исправляется а моисей сам не понимает этого не чувствует моисей может управлять народом только в пустыне когда условия школы но не может управлять свободными людьми он директор школы он учитель но совсем не народный руководитель свободными людьми надо будет управляться конечно да это нужно с ними разговаривать поднимать проблемы и думать вместе как их решать здесь он не согрешил перед Богом он бы вошел вместе с самым всем израилем вы опоздали а я уже объяснил несколько не менее все нормально я объяснил что наше простое внимание такое что он согрешил а на самом деле это Бог сделал провокацию чтобы показать что он не способен чтобы для того чтобы божественное управление было людям понятно а иначе Бог принимает необоснованные решения и людям это нужен поэтому чтобы решение было обоснованно Бог делает провокацию первая провокация это послать разведчиков в результате чего народ не хочет идти в стены и понимает что сказали правильно а вторая провокация это Моисея начинает сказать что он подмоемся скалой а вместо этого он гелый успокоить неуж郎 вопрос это универсальный метод управления в тот период я понял вопрос не знаю не могу ответить провокация да универсальный метод управления не знаю более очень правильный вопрос не знаю не могу это дальше я оставлю книжку влезь и динамик то 8 который дается что-то другое прочтение истории моисея народа который и причина совсем не так что мы думали а причина в том что народ в принципе не способен пойти в принципе не способны ввести до роста его израиля но бог чтобы это было обоснованным делать провокации я не покажут свои способности при некоторые обижаются такое представление как статков делать провокации бог никогда не посылает людям испытания которые не могут вынести и так далее это все тоже верно но тем не менее это верно что они теоретически здесь будет вывести а практически но когда бог дает адаму где его познания идея его жизни в саду заведомо адам не может это вывести это испытание на теоретически может а практически не может неизвечный вопрос почему была катастрофа ну ну клядь секунду катастрофу дайте отложим в сторонку дайте его отложим в сторонку я не хочу сразу все туда вмешать давайте хватит нам того чего у нас я рассказываю сейчас концепция моя такая что качество народа рабы которые мы знаем и много раз повторяю что наоборот был рабами поэтому не мог возьмись так называли где живут свободные люди это все знают а я хочу сказать что мы все тоже было это же ровно как все будут другой стороны тот кто-то случится управлять рабами он учится рабской психологии он умеет управлять людьми с рабской психологии у него самого тоже такая психология только состоящее владельца и поэтому какое-то не проявление для психологии например директивное управление это появление рабской психологии только со стороны хозяина они стали оба и у моисея ровно эта психология и вот его подход жизни его перестроить он не может так теперь теперь на чем вы расставились на том что он просит мясо на этом месте вас далее теперь да вот пусть мясо мы си не знает что делать мы сей впервые полностью растения и просит вам вычеркнуть из книги не стали причем вы заметите что мы все когда нужно было например воевать самолетом когда нужно было там убивать поколевший зато мутинку на 7 и расстраивается он немедленно быстро очень директивно управляет а детям для основы снимать ничего можно сделать директивно так собственно управлять этим и бог говорит моисеем мы поэтому назначим 70 пророков который будет от тебя давно пророчество и они будут поднимать тонус народа они будут ходить в народе они будут к 70 пророков они всех колен они будут с людьми разговаривать и они будут людям объяснять содержание смысл процесса то есть чисто директивным управлением каким бы ни было хорошей системы управления двигать народом невозможно ну зашим еще в дороге были люди которые понимают смысл которые объясняют смысл они диктуют приказ эти пророки никаких директив народу не несут это очень просто откройте например книгу исаи и иеремии и хискеля где вы там видите директивы там этих директив нету подойду открывать директиву пророка где вы видите директивы они рассказывают на общество что они видны прекрасно но это не директивы они объясняют как устроена жизнь как устроен мир чем смысл процессов окружающих они усмели они иногда дают директивы иногда такое бывает но основное содержание всех них пророков это не тени директивы это вот йона вот йона то углуба их политерас кайтистам это речь не он или так не будет перевернута но это исключение в основном все книги они описывают какие-то мессианские времена они описывают смысл жизни они описывают что они видят они описывают устроены миры то есть они объясняют смысл а вовсе не дают указания его науклея секундочку не лучше всегда все это просто хочу сказать что что основное содержание них пророков это понимание смысла а вовсе не управление это редкость когда приходит с обличением и говорит что там вот и илья потом да действительно такие и самые действия выдают но это исключение редкость а в основном это совсем недавно то есть пророк выполняет функцию наполнение содержание одни управление управляет царь пророк объясняет теперь значит и так если мы сильно нужно выделить 70 пророков которые будут ему помогать они будут помогать тем что они получают от моисея пророчества здесь есть духовная иерархия но нету появленческой иерархии то есть их пророчество коридится в корочестве были серия но он не дает им указания не сами работают это несколько как бы я сказал мнение директивная система хотя тоже иерархическое они свободны но их пророчество зависит и когда мы сей выделяете 70 пророков которые обладают качеством пророчества и бог отделяется то есть что мы сей дает и иерархия сохраняется вдруг есть два пророка которые пророчествуют в дед вне нормы и да 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 пророчество в стадии помните это да правильно теперь и это полное нарушение иерархия теперь откуда взялись и да 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 сказано что они были из записанных но не выходили к Стигене. То есть они как-то относились к этому сонному пророку, но они как-то не в системе. И Медляш объясняет так, что Моисей не мог выбрать 70, потому что это число не делится на 12. Есть 12 колен, нельзя сделать так, чтобы какое-то колено обделить и взять от него 5, а от других взять 6. И вот, поэтому Моисей взял от всех по 6, получилось 72. После этого сделал жеребеневку и сказал, вот Всевышний сам определил, что вот эти двое, они не попадают. И поэтому они не пошли вместе со всеми получать пророчество Узкинии. Но они получают пророчество вне Сетки. А с кого вы как-то не делаете? Я не помню уже даже. То есть, это опять еще чистая провокация, как понимаете, да? 170 не делятся, ну приходится взять двое, и эти двое тоже получают пророчество. Теперь, поскольку они, то есть они иерархически не зависят от Моисея. Это Суцпа в самом чистом виде. Реально. Потому что анава – это иерархия, а Хуцпа – это спостоятельность. У них есть два пророка, которые чувствуют что-то не то. И они свое пророчество не получают от Моисея. Из этого следует, что Моисею не все пророчества передают. Что есть некие аспекты пророчества, которых у Моисея нет. Он их не несет. И оказалось, что он всех превосходится. Поэтому Моисея объясняет двумя смыслами. Два аспекта Ильдады и Ильдада такие. Первый вариант, что они пророчествуют, что Моисея Углёта и Ашоа ведет на отстану Израиля. Второе – они пророчествуют во временах Мошеха. То есть эти два аспекта находятся в гет зоне Моисея. Теперь. Моисея, вопрос дальше, на две минуты, для вас задание на две минуты. Реакция Моисея на пророчества, который говорит, что пусть они все будут пророками, я Ашоа хочет их остановить. Но Моисей говорит, пусть они лучше все будут пророками, и все нормально, чтобы они пророчествовали. Что мы из этого получим? Так, продолжаем? Значит, у нас ситуация, при которой имеются пророки вне, так сказать, нормы, и они пророчествуют что-то противоположное Моисею, или, по крайней мере, совершенно не противоположное, правильно сказать, а совершенно не соответствующие Моисею, про мессианские времена. А почему Моисей не может про мессианские времена пророчествовать? Почему Моисей не может? Очень смирен. Потому что он не Моисей. Понятно. Не только Моисей. И также про то, что Моисей умрет, и Ашо ведет с того стороны Израиля. Это, кстати, объясняет, почему Ашо очень жестко против этого выступил, потому что это как бы его конфликт с Моисеем. Для него это как бы невыносимо. Но Моисей говорит, о, если бы все были пророками, то есть проявляет определенный сдвиг в сторону возможной хуспа. Это как бы динамика своего Моисея. Моисей, который, в принципе, не склонен к этому и не понимает хуспа, в некоторой ситуации, когда пророки проявляют как бы понимание этого и позитивные отношения. То есть Эльдады-Мейдады, опять-таки, некое испытание Моисея. И он здесь позитивно. И в этот момент именно в связи с этим Мирьям и Арон выступают против Моисея. Почему Мирьям и Арон выступают против Моисея? Само это выступление довольно непонятно. Сказано, что Мирьям и Арон обвиняют Моисея по поводу жены, которую он взял, и там непонятно, что точно имеется в виду. Но всю традицию считает, что имеется в виду, что Моисей отделился от своей жены. И Мирьям его за это порицает. И почему Моисей отделился от жены? Когда было для Амания Тары Гаисинай, то всему народу сказано разделиться мужчинам и женщинам на три дня, перед для Амания Тары. А после этого сказано всем, идите к себе домой, а домой это и есть муж и жена, и восстановление их отношений. А Моисей у Бога говорит, а ты оставайся собой. Что Моисей толкует за то, что он не должен возвращаться к жене, и поэтому Моисей остается отделен Монжелей. И Мирьям в этой ситуации, когда Моисей проявляет свою возможность понимания упы, пытается Моисея за это критиковать. Не важно, что Бог это ему сказал, но Бог это ему сказал, потому что он сам этого хотел. Мирьям говорит, что он должен сам изменить себя. Почему Мирьям? Дальше, после этого выступления, Мирьям покрывается проказой, но дальше она снимается, через семь дней все нормально, и статус Мирьям ничем не уменьшился. Все нормально, полностью восстановлено во всем своем статусе. То есть, наказание Мирьям чисто педагогическое, чтобы народ видел, что против Моисей нельзя наступать. Одну минуточку, но Всевышний же их позвал лично и сказал, что они неправы. Правильно. Я говорю, что они правы? Они неправы, разумеется. Он даже сказал, что вы, как говорится, не пытаетесь себя поставить в ровню к Моисею. Еще раз. Всевышний им говорит, что они неправы. Наказание чисто педагогическое. Что же говорит, что они правы? Они неправы, но они не были никак наказаны, по сути минуточки делал. Наказание педагогическое, чтобы народ видел, что против Моисея нельзя наступать, поэтому Мирьям сидит вне Астана семь дней, и народ ее ждет. Все, потом все восстановлено. То есть, по сути дела, ничего не произошло. Ну, возьмите, все люди бунты против Моисея, бунт Короха, бунт... Там все эти люди погибают обычно, правда? Ну, там маги были абсолютные, как говорится. Секундочку. Почему абсолютные? Они, может быть, тоже ошибавшиеся были. С кепенью мира. Да. Но не в этом дело. Что они, собственно, хотят? Они хотят тоже приносить жертвоприношение. Не только Арон, а все тоже. Ну что, это прям такое плохое желание? И, тем не менее, они все погибают. А здесь никакого долговременного никакого нет. Даже статус не потеряло. Но это одна из шести вещей, которые мы должны же делать не надо. Да. Я хочу об этом, чтобы все разъяснить. Пождем. Я замечательно, я расскажу, в чем смысл этого выступления, и почему они выступили против Моисея. И объяснение в рамках той концепции, которую я рассказываю. Еще раз. Я должен, наверное, сказать, был с самого начала. Всем понятно, что комментарий библейской динамики является совершенно новым комментарием в Таре, совершенно не классическим, скажем, модернистским. Он опирается на Маниту, на Шерки, на Рава Кука, но он дает картину совершенно не стандартную. И это не значит, что, так сказать, кто-то пытается, не дай Бог, отрицать другие комментарии, другие подходы. Само собой, что это добавление, а никак не вместо. Поэтому все предыдущее, все остается на месте. Но это некое добавление. Вот в рамках этого комментария библейской динамики так. Как понимается то, что Мирьям и Арон выступили против Моисея? Ответ такой. Мирьям и Арон понимают, что без естественности невозможно войти в страну Израиля. В некотором смысле без хуцпа. Естественность и хуцпа очень связаны. А нова связана с неестественностью. А нова в школе. Школа – это неестественное состояние человека. Пустыня – это неестественное состояние. Моисей руководит в пустыне, в неестественном состоянии и в условиях неестественной жизни. То, что он отделяется от жены, еще больше усиливает его естественность. Поэтому человек, который так отделился от естественности, не может вести народ в страну Израиля. И они понимают, что если он не ведет народ в страну Израиля, то все они умирают в пустыне. Допустим, они еще не знают сразу 40 лет стекаться от пустыни. Это потом неяснилось. Это, допустим, нельзя предположить. Но они, в принципе, почувствуют, что без естественности войти в страну Израиля нельзя. А Моисей демонстрирует полный отказ от естественности. Теперь, они, когда Моисей позитивно относятся к хуцпа этих пророков Эльдада и Эльдада, у них появляется надежда сдвинуть Моисея в сторону естественности. Потому что если он не входит в страну Израиля, то они не входят в страну Израиля. Они все умирают в пустыне. Потому что они все на него завязаны абсолютно жестко. И поэтому они пытаются спасти народ, себя, Моисея, всех вместе, продвинув Моисея к естественности. Именно поэтому они выступают по поводу его жены. А Всевышний им говорит, нет, вы не правы. Народ не готов. Моисей не готов. Для получения тары нужна как раз анава, а не хуцпа. Естественность годится для страны Израиля, не годится для пустыни, не годится для понимания тары. Поэтому Моисей не такой пророк, как вы. Он пророк абсолютной неестественности. Он живет неестественной жизнью. Он поэтому видит все, значит, ему дано открытое пророчество. Вы этого не понимаете, что нужна неестественность. И поэтому вы не правы. И поэтому есть наказание Мильям, чтобы было педагогически, чтобы народ не подумал, что можно выступать против Моисея. Но, по сути дела, они хотели спасти ситуацию, вытащить поисея из этой слишком неестественности в какую-то естественность. И это объяснение, значит, будто Мильям и Арон . Мне кажется, что на этом мне нужно закончить эту часть лекции, то есть, значит, ничего не в прямом другом. Но вот это вот понимание всего, все книги «Вамильбар» и «Чисел» как конфликта между смирением и дерзостью, то есть вот спа и одова, неестественность и естественность, вот это дает совершенно другое понимание всех этих историй. Все, на этом этот пункт закончен.